В прямом эфире на телеканале Хавары, итоги дня в студии Злиха Сулейман. Здравствуйте! В правительстве сегодня рассмотрели вопрос обеспечения сел широкополосным доступом в интернет. Пока надежной и быстрой связью обеспечены более 70% населения страны. Когда же доступ во всемирную паутину откроется для всех граждан, расскажет Дамир Абулов. Доступа к высокоскоростному, так называемому широкополосному интернету, сегодня не имеют 27% населения страны. Речь идет больше о жителях отдаленных поселков. Кардинально изменить ситуацию поможет госпрограмма «Цифровой Казахстан», стартующая со следующего года. Важно обеспечить людей качественным интернетом. Глава государства в своем послании особо отметил развитие коммуникаций и массовую доступность волоконно-оптической инфраструктуры. В связи с этим в рамках программы «Цифровой Казахстан» планируется создать современную инфраструктуру. Современные линии связи, по данным министра, проведут в 1700 населенных пунктах. Выходить во всемирную паутину со скоростью 20 мегабит смогут более 2 миллионов человек. По данным специалистов, в ближайшие 5-6-7 лет другой альтернативы пока не предвидится. Это качество связи и безопасность на совсем другом уровне. Если через 3-4 года как раз появится решение, которое позволит, в том числе, допустим, спутниковое решение, позволит обеспечить более дешевый, более качественный интернет, мы, конечно, готовы рассматривать этот вопрос. Надежная и быстрая связь в последующем даст существенный толчок развитию всей образовательной системы. В школах, где сейчас без цифровых благ цивилизации не проходит почти ни один урок, постоянно нужен доступ к сети. Нам важно полноценно использовать электронные дневники, как уход от безбумажной общетности, раз, и в целом, как наша дорога к полной цифровизации образования. В идеале у нас у каждого ребенка будет свой личный кабинет, где будет храниться вся информация от детского сада до PHD. Все оценки, все олимпиады, портфолио работы, дипломы и так далее. Для всего этого в школах нужен скоростной интернет. Через интернет и казахстанцы смогут страховать автомобили, а после внедрения системы даже ездить в страховую за выплатами не будет нужно. Соответствующие изменения в закон одобрили сегодня в правительстве. Ряд новелл связан и с туристической деятельностью. Мы переходим к имущественному страхованию самого туриста, который выезжает за рубеж. Четко определяем перечень рисков, по которым он может быть подвергнут. И, соответственно, переходим к такой конкретной модели страхования. Значительные изменения, которые приведут к тому, что наши граждане при выезде в туризм за рубеж будут лучше защищены. Все нюансы воплощения новшеств в жизнь еще предстоит детально проработать. Обсуждение проекта закона о страховой деятельности продолжается. Домирабов и Серий Кунарбаев. Итоги дня. Председатель Нацбанка предостерег тех, кто пытается нажиться на колебаниях курса валют. Как заметил глава регулятора, текущая ситуация достаточно благоприятная. Уровень цен на энергоносители растет. Это означает, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться. Стабильная ситуация в странах-партнерах Казахстана. Так что опасаться валютных скачек, по крайней мере, так заявляет главный банкир страны, не стоит. Я еще раз хочу повторить, для граждан и для предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать, мне кажется, мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты. И пытаться на этом заработать можно и проиграть. Потому что обменный курс, я еще раз говорю, мая экономическая ситуация хорошая. Мы считаем курс тенге переоцененным. И это означает, что вполне возможно, вероятность, что он может и укрепиться. И поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше. Между тем, в стране наблюдается тенденция увеличения спроса на иностранную валюту. В августе граждане страны купили долларов в два раза больше, чем в июле. В целом, иностранную валюту в прошлом месяце купили приблизительно на 313 миллиардов тенге. 93% доля доллара на рубль и евро пришлось по 1,5 и 5,5%. С начала же кода казахстанцы скупили иностранные наличные валюты почти на 1,5 триллиона тенге. 66% пришлись на долю американца. Примерно столько же люди скупали в аналогичные периоды прошлых лет, отмечают финрегуляторы. Спрос на иностранную валюту в Нацбанке связывают с необходимостью оплаты личных расходов, турпоездок, денежных переводов и торговой деятельностью предпринимателей. В 2017 году построено 15 тысяч удешевленных квартир, благодаря которым удалось сдержать рост стоимости жилья в Казахстане. Об этом сегодня, выступая перед мужелесменами, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр. В своем докладе спикер также отметил, что по итогам 8 месяцев этого года в республике введено 6 миллионов 900 тысяч квадратных метров жилья, что выше на более чем 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость квартиры в регионе составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений. В городах Астана, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр стоит 180 тысяч тенге. Благодаря тому, что государство на револьверной основе, на возвратной основе финансирует строительство жилья, нам удается сдерживать цены на первичном и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. Более 55% всех госслужащих страны – женщины. Почти треть руководящих постов в Казахстане также занимают дамы. Цифры сегодня озвучили на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. В нем приняла участие государственный секретарь. На заседании также рассмотрели опыт работы общественного фонда «Центр семьи», где оказывают помощь лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детские лагеря отдыха, два коммунальных предприятия и футбольный клуб Ордовасы уйдут с молотка в Южном Казахстане. Все эти объекты находятся на балансе у государства. Правда, пытаются их продать уже не первый раз, но покупатели пока найти не могут. А вот государственную долю во дворце спорта Шумкента удалось продать третьей попытки за 128 миллионов тенге. Центральный водно-спортивный комплекс перешел в доверительное управление за полтора миллиарда тенге. Всего в этом году в области планируется приватизировать 21 объект. По области в этом году 557 миллионов уже поступило. Из шести объектов, которые доверительное управление передали, где-то 160 миллионов уже поступило. Оставшие суммы они будут выплачивать по окончании доверительного управления срока. Это после 10 лет. С учетом индексации. На заправках Тараза перебой с топливом. Самый ходовой АИ-92 продают лишь на некоторых заправках. Очереди за топливом растягиваются на несколько часов. Большинство же заправочных станций отпускают бензин только по талонам. 95-й бензин не всем по карману, поэтому заправляем 92-й. Объездил ряд заправок, говорят, отпускаем только по талонам. Но где взять талоны? Аксусский сахарный завод открыли после 10 лет простоя. Первую партию свеклы для переработки собрали аграрии с Арканского района. В 97-м нехватка сырья и стала одной из причин остановки предприятия. О втором дыхании сладкого производства в нашем сюжете. Вереницу грузовиков, буквально переполненных сахарной свеклой, на заводе встречают торжественно. Нынешний урожай вполне вероятно станет рекордным. Мы одни из первых, кто доставил свою продукцию на этот завод. Мы выращиваем сахарную свеклу и, думаю, в будущем мы будем увеличивать площади под посадку. Аксусский завод простоял почти 10 лет. Теперь, после его запуска, тонны свеклы начнут превращать в сахар. Свою продукцию сюда будут поставлять фермеры из Арканского района. Раньше им приходилось преодолевать лишние 200 километров, чтобы отвезти товар на другое перерабатывающее предприятие. Теперь крестьян избавили от лишних затрат на транспортировку. С Арканского района, село Бакалах, 20 камазов привезли. Вот вчера начали копать свеклу. Вот с каждого гектара по 800 сантиметров выходит урожайность. До конца уборки фермеры двух районов, Аксусского и Сарканского, планируют собрать 100 тысяч тонн свеклы. Из этого числа корнеплодов на заводе получат 10 тысяч тонн чистого сахара. Планируем 25 октября запустить сам завод, но это рабочие места, социальные вопросы. На сегодняшний день задействованы порядка 500 человек и вокруг этого завода около 5000 человек обеспечены работой. На двух заводах уже приняли 200 тонн сахарной свеклы. Мощность ей позволяет увеличить производство. В ближайшие три года один только Аксусский сможет перерабатывать до 300 тысяч тонн продукции. Тем временем Казахстан по-прежнему сахара и кондитерских изделий больше покупает, чем продает. Основными поставщиками сладких товаров в нашу страну по-прежнему остаются Россия и Бразилия. Если в первом квартале прошлого года, согласно данным Комитета по статистике, в Казахстан завезли сахара и кондитерских изделий более 70 тысяч тонн, то за аналогичный период этого года сладких товаров завезли на 10 тысяч тонн меньше. А вот экспорт вырос почти наполовину, с 6,5 тысяч тонн в 2016 до 11 тысяч тонн в нынешнем году. Сумма экспорта превысила 11 миллионов долларов, импорта – более 33 миллионов. Министерство сельского хозяйства презентовали дорожные карты развития АПК, их 8. Они разрабатывались для реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса до 2021 года. В основу каждой легли приоритетные направления, такие как семеноводство, производство средств защиты растений и агрохимия. Документы содержат ценные рекомендации о том, как решить основные проблемы, стоящие перед товаропроизводителями. К примеру, урожайность в стране повысится, если постепенно увеличивать долю элитных семян. Карта интенсивного технического перевооружения должна помочь казахстанским аграриям нарастить производство сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования. Зачастую из-за старого оснащения крестьянские хозяйства работают в себе убыток, а зарубежные комбайны и тракторы стоят больших денег. Участники презентации положительно восприняли акценты, которые расставлены в картах. Специалисты Минсельхоза планируют обсудить их с товаропроизводителями в регионах. Министерством проделана очень большая работа, потому что разработать 8 дорожных карт по основным направлениям развития АПК – это серьезный труд. И, в общем-то, мы знали, что готовится там презентация, но я лично удивлен объемом и масштабом. Не думал, что поднимут такой пласт проблем и, в общем-то, дан такой объективный анализ ситуации и намечены конкретные ориентиры, к чему же мы должны прийти. Если вот в целом сказать, такой главный вывод для меня, на мой взгляд, я просто испытывал такое большое удовольствие слушать эти презентации, потому что наконец-то услышали призыв президента. Господа, давайте браться за отечественное производство. Молее 200 миллиардов тенге инвестиций привлечено с начала года в экономику Западно-Казахстанской области. Потенциал региона завтра представят гостам четвертого инвестиционного форума. Участвовать в нем будут около 200 бизнесменов, представителей государственных органов и финансовых институтов из нескольких государств. Это уже сотрудничество и партнерство генеральных подрядчиков, недропользователей с местными компаниями, у которых есть трудности выхода на тендер напрямую на эти компании. Поэтому мы ищем, уже мы представляем индустриальную зону Западно-Казахстанской области для размещения новых производств, для участия в проектах расширения этих компаний. В российском Новосибирске прошел приграничный форум бизнесменов Казахстана и России. В центр Сибири казахстанские предприниматели приехали с далеко идущими планами. Салават Тимарбулатова о том, чем намерены привлекать российских покупателей, павлодарские бизнесмены. Это первая за последние несколько лет масштабная встреча предпринимателей двух стран в Новосибирске. Потому к форуму изначально возник большой интерес. Пищевая промышленность, химия, строительство, транспорт на форуме в Новосибирске представлены сразу 25 казахстанских компаний, работающих в самых разных сферах экономики. Все они уже довольно известны в Казахстане и сейчас намерены активно продвигать свою продукцию на рынок Сибири и Дальнего Востока. В свою очередь Новосибирску с его мощным научно-техническим потенциалом тоже есть что предложить бизнес-партнерам. Уже сейчас здесь, в столице Сибири, работает порядка 200 совместных казахстанско-российских предприятий. Серьезно заявили о себе на форуме отечественные производители автомашин, пассажирского транспорта и спецтехники. У нас в Сибирске партнеров нет, но уже в Иркутске переговоры ведем, и в Владивостоке переговоры ведем. Но я думаю, что сегодня встреча тоже найдем партнеров. Большие надежды возлагаю в первую очередь на рынок коммерческой техники, на поставку коммерческой техники, потому что находимся мы, как вы знаете, очень близко к границе с Россией. Очень интересен нам этот регион, вообще Сибирь. Перспективы перед казахстанскими автопроизводителями открывает и недавнее поручение главы России решить вопрос большого износа пассажирского транспорта. В исполнении указанного поручения активные меры предпринимаются по смене транспортного состава. И здесь сейчас как раз абсолютно широкие условия для конкуренции. И с учетом удобной логистики, я думаю, есть ряд конкурентных преимуществ у производителей Казахстана. То есть все осуществляется через закупки, поэтому кто предложит лучшие условия, тот и будет поставщиком. За последние шесть месяцев внешнеторговый взаимный оборот между Казахстаном и Россией вырос на 34%. И никакой глобальный кризис не стал помехой. Экспорт увеличился на 37%, а импорт на 33%. В денежном выражении общий внешнеторговый оборот достиг 7,5 миллиардов долларов. Что касается Новосибирской области, то рост составил почти 40%. Многие проблемные вопросы уже решаются в рамках Евразийской комиссии. На сегодняшний день основным барьером для наших экспортеров являются затраты на транспортировку. Это, конечно, не связано с госрегулированием, но все-таки это является одним из проблем. И второй момент – это возврат НДС. Этот вопрос тоже рассматривается и думаю, что в ближайшее время это находит свое положительное решение. На полях форума достигнуто немало конкретных договоренностей по взаимовыгодному сотрудничеству. Если удастся в ближайшее время разрешить оставшиеся вопросы, то в будущем году эксперты ожидают еще большего увеличения взаимного товарооборота. Из Новосибирска Салават Смирбулатулы и Алексей Мельницкий. Итоги дня. Китайская программа «Один пояс, один путь» не только играет активную роль в социально-экономическом развитии разных стран, но и оказывает глубокое влияние на судебную цивилизацию этих стран. В городе Доньхуань начал работу международных форумов по судебному сотрудничеству на шелковом пути. В нем участвует и казахстанская делегация во главе с председателем Верховного суда Казахстана Кайрат Мами. Для активного функционирования шелкового пути требуется соответствующее юридическое обеспечение. Стороны должны быть уверены в своих партнерах и знать, что все спорные вопросы могут быть решены в правовом поле на основе работающих и понятных законов. Среди 20 делегатов Казахстан выступил первым. Председатель Верховного суда Казахстана Кайрат Мами отметил, что встречи на уровне судебных систем стран шелкового пути имеют особое практическое значение. Мы приветствуем инициативу Верховного народного суда Китайской народной республики по проведению на шелковом пути международного форума по судебному сотрудничеству. Именно такие встречи позволяют обмениваться профессиональным опытом и укреплять взаимовыгодные сотрудничества. Кроме того, и тесные рабочие взаимоотношения на уровне судов позволяют более эффективно разрешать споры и вести борьбу с транснациональными преступлениями. Мы сегодня изучили международный опыт и одновременно поделились достижением судебной системы Республики Казахстан. Благодаря мудрой и последовательной политике президента Республики Казахстан, мы можем сегодня с твердой уверенностью сказать, что судебная система Республики Казахстан соответствует международным стандартам. Кайрат Мами подчеркнул, что местные и международные эксперты дали высокую оценку эффективности работы судов. По рейтингу глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2016-2017 годы Казахстан занял 68 место по индикатору независимость судов. По развитию судебной системы и исполнению судебных актов Казахстан второй год подряд удерживает свои позиции на девятом месте. Сегодня, прослушав доклад Кайрат Мами, я узнал о реформах Казахстана в судебной системе. Внедрение информационных технологий и системы электронного суда – пример для многих стран. В целом, такие форумы дают возможность участникам делиться опытом. Казахстан и Китай будут улучшать сотрудничество не только в сфере экономики, культуры, но и в судебной сфере. Надо отметить, что в Верховном суде создана специализированная коллегия по инвестиционным спорам. Она рассматривает дела с участием крупных инвесторов. По опыту Китая в Верховном суде Казахстана запущен ситуационный центр. Он отслеживает более 700 показателей работы местных судов по отправлению правосудия. Говоря об итогах, в первую очередь необходимо отметить обмен опытом между государствами по отправлению правосудия, соблюдению нормы международного и национального законодательства, защиту прав и свободы человека, изучением судоустройства Китайской народной республики и судопроизводства в целом. В контексте прозрачности судебных органов можно особо отметить работу, проводимую Верховным судом Республики Казахстан по полномасштабному внедрению современных информационных технологий, процессу отправления правосудия, с целью создания безупречной системы правосудия, повышения доверия и обеспечения доступности. Принцип Верховенства закона является основополагающим для любого современного государства. Участников форума объединяет ориентир на поддержание международных стандартов в области юриспруденции. Это позволяет сформировать партнерские взаимоотношения, которые будут способствовать улучшению понимания по многим другим межгосударственным вопросам. Жидраджайзен, Нурбек Бекен, Жан Суй, Китай. Итоги дня. К другим темам выпуска. В Карагандинской области 48 семей готовятся к новоселью. В одном из сел завершается строительство двух многоэтажных домов. Сдать их в эксплуатацию планируется в конце года. На строительство жилых домов из республиканского бюджета было выделено свыше 170 миллионов тенге. На следующий год планируем еще строительство 20 двухквартирных домов, еще порядка 40 семей. Благодаря поддержке государства планируем за 5-6 лет решить проблему с жильем. Приобрести жилье в кредит в Казахстане становится проще. Финансовые учреждения облегчают процедуры оформления займов. Мои коллеги о том, как стать собственником жилья, не покидая дома. Баспана Киезет – это единая база, в которой объединены покупатели квартир, застройщики и государственные органы. Сегодня здесь представлено около 200 объектов, которые построены по программе Нурлежер. Сидя дома, вы можете рассмотреть все детали квартиры, прикинуть ежемесячный платеж, посмотреть количество претендентов и даже собирать документы теперь не надо. Для того, чтобы воспользоваться порталом, необходимо слово «баспана» набрать кириллицей, а Киезет – латинскими буквами. Это облегчает жизнь нашего вкладчика, позволяет ему, не приходя в филиал, онлайн дистанционно подать заявку. Через этот портал идет соответствующий расчет баллов, идет оценка платежеспособности, вы заполняете таблицу предпочтений, проходит распределение квартир, и фактически в конце вы получаете номер квартиры в том объекте, в котором хотели принять участие. Этому нововведению несказанно рада Шарипа Макеева. За 13 лет она уже оформила ипотеку для всех своих детей и внуков. И по сложившейся в семье традиции, именно бабушка занимается бумажными делами и взносами. Сколько раз в банку приходили, в очередь вставали, с работы отпрашивались, бегали туда-сюда и не знали, сколько баллов. Сейчас все прозрачно, конечно, не выходя из дома. Сидя я теперь за 20 человек, я спокойно буду работать дальше. Постепенно в базу портала добавят застройщиков по другим госпрограммам, а к концу следующего года здесь будет представлен весь рынок первичного жилья в стране. Татьяна Напольская, Эдуард Кон, итоги дня Алматы. Около 300 миллионов тенге перечислили работодатели Жамылской области в фонд медстрахования. По словам специалистов фонда областного филиала, фонда социального медицинского страхования, жители Жамылской области понимают, что необходимы изменения в системе здравоохранения. Работодатели региона отчисления делают на постоянной основе. Система обязательного медицинского страхования даст возможность повышению профессионализма медицинских работников, также повышение оплаты их труда. Появится конкурентная среда, что, несомненно, скажется на улучшении качества оказываемых медицинских услуг населению. В Шемкенте открыли библиотеку на 2000 мест вместо старой 1977 года. В книжном фонде около 40 тысяч книг, есть электронные издания и доступ к интернету. Это первая типовая библиотека, построенная в городе за последние пять лет. Я увлекаюсь творчеством казахских писателей, а здесь есть много их произведений. Если не можем найти какую-то книгу, то можем поискать через интернет. Очень удобно сделали. Раньше такого не было. Известные мировые политологи продолжают обсуждать итоги экспо в Астане. Так, по мнению азербайджанского политолога Эльмана Насерова, международная выставка говорит о статусе Казахстана на мировой арене. Но не только экспо. В последнее время официальная Астана активно участвует на политической арене и саммит ОИС – яркое тому подтверждение. По фундаментальным наукам физики и химии из мусульманских стран всего два человека получили Нобелевскую премию. Кроме того, выделяемые этими странами науки средства составляют всего 0,8% их ВВП. Для сравнения, этот показатель в Америке составляет 2,9%, в Израиле – 4,4%. Проведение экспо-2017 также является подтверждением усиления роли и авторитета Казахстана в международном сообществе. Найти себе дело по душе, заработать и помочь людям выйти из депрессии. Такую задачу поставил перед собой житель города Кульсары, инвалид-колясочник Берекет Акжигитов. Свой пример он передает людям, которые психологически еще не оправились от перенесенной травмы. Талант плюс фантазии, а еще и безграничные упорства. Это отличительные черты Берекет Акжигитова. Семь лет назад, после производственной травмы, он оказался в инвалидном кресле. Но это не сломало человека. Неожиданно даже для близких Берекет увлекся вышиванием бисером. Многие его работы настолько совершенны, что изображенные на них птицы или звери кажутся живыми. Главным для меня было не опустить руки, не уйти в депрессию, из которой можно и не вернуться. Я нашел такое дело, которое меня увлекло. Уверен, что такое дело по душе сегодня может найти любой человек, как и я, оказавшийся в инвалидной коляске. Благо, теперь и интернет поможет. Работы Берекета побывали на многих выставках. Их покупают. Постепенно хобби стало приносить доход. Такая вышивка на рынке – достаточно редкий товар. Стоимость может превысить не одну сотню тысяч тенге. Конечно, если вышивка уникальна, как у Берекета. У парня уже около 30 учеников. Их могло быть и больше. Просто пока собрать и обучить искусству работы с бисером, всех нет возможности. Мы видим желание людей заняться прикладным искусством, поэтому хотим открыть для них отдельный центр. Только в городе Кульсары полторы тысячи людей с ограниченными возможностями. Третий из них – молодежь. Если у них появится возможность заняться интересным делом, это не только поможет людям зарабатывать какие-то деньги. Главное – вселить в них уверенность в своих силах. А это для кого-то может стать и началом выздоровления. Виктор Сутягин, Тимирал Сутангазиев. Итоги дня. Атравская область, Жилойский район. В Казахстане продолжается обсуждение перевода казахского алфавита на латиницу. Обращение в связи с реформой приняли в областном филиале Ассамблеи народа Казахстана в городе Уральск. Члены АНК призвали поддержать переход. Смена алфавита, по их мнению, позволит сохранить самобытность государственного языка и положительно повлияет на сближение с тюркоязычными странами. Сейчас столько стран, которые применяют латининский алфавит, они слегка будут читать, изучать, например, казахский алфавит. Казахский язык будет... Поле применения казахского языка тоже будет расширяться. 18-летний Мейрман Уйсенов из Магистау разработал и построил мини-ветровую электростанцию. Собирал он ее из того, что было под рукой. Высота электростанции 3,5 метра, а заряда батареи хватает на 3 дня непрерывной работы прибора в доме. Изобретение юноши уже используют местные фермеры. Это мой вклад в развитие зеленой экономики и возобновляемых источников энергии. В будущем я планирую построить более серьезную метровую станцию на 220 вольт. Наши новости доступны также и на сайте www.chabar.kz. Информационная служба агентства продолжает работу. Первые новости среды, 27 сентября. Вы сможете узнать уже завтра в 8 и 9 часов утра. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok